Здравствуйте! Сейчас мы с вами рассмотрим установку общего доступа к принтеру в локальной сети посредством операционной системы Windows. И прежде чем мы перейдем к детальному рассмотрению, я покажу вам наиболее часто используемые варианты подключения общего доступа к принтеру в локальной сети. Самый наиболее используемый это посредством принт-сервера. Под принт-сервером понимается либо устройство, либо программное обеспечение, позволяющее совместно использовать принтер в локальной сети пользователям. В данном случае, как вы видите, осуществляется доступ непосредственно через данное устройство. По типу принт-сервера можно разделить на беспроводные и те, которые осуществляют доступ к принтеру по кабелю. Также функцию принт-сервера могут осуществлять более функциональные роутеры. В них эта функция уже имеется. Сейчас мы с вами рассмотрим вариант, когда к компьютеру, находящемуся в локальной сети, подключен принтер. И таким образом мы его с вами настроим так, что он будет выполнять функцию принт-сервера. Давайте перейдем непосредственно к рассмотрению данной задачи. Итак, данный компьютер я обозначил как принт-сервер к нему, по USB кабелю подключен принтер. И прежде всего нам необходимо будет знать IP-адрес данного компьютера, то есть будущего принт-сервера. Посмотрим IP-адрес. И здесь мы в сведениях его с вами увидим. Итак, IP-адрес данного компьютера 192.168.1.100. Мы его с вами должны запомнить, либо выписать, для того, чтобы в дальнейшем к нему подключать другие компьютеры, которые будут осуществлять печать. Итак, прежде всего нам необходимо перейти в устройства и принтеры. И здесь мы видим подключенный принтер HP. Переходим в свойства, доступ. Здесь необходимо поставить галочку общий доступ к принтеру. Я уже эту галочку поставил. Вам необходимо будет нажать применить и окей. Раньше данной операции для операционных систем XP было достаточно. Но для операционных систем Windows 7 и выше, как в данной ситуации мы с вами рассматриваем на 7-ке, данной функции мало. И мы переходим в дальнейшие настройки, центр управления сетями и общим доступом. Мы здесь, мы в дополнительных параметрах вставляем необходимые функции. Включаем сетевое обнаружение и также необходимо включить общий доступ к файлам и принтерам. И далее необходимо также будет выставить галочку отключить защиту по паролю. То есть, отключить общий доступ с парольной защитой. Нажимаем сохранить изменения. И теперь то же самое выполним для вкладки общий. Также включаем сетевое обнаружение. Включаем общий доступ к файлам и принтерам. И также здесь внизу необходимо будет отключить общий доступ с парольной защитой. Он уже отключен. Сохраняем изменения. Итак, на этом настройки на данном компьютере, который выполняет функцию принт-сервера, теперь завершены. Теперь перейдем на компьютер пользователя, находящегося в локальной сети, что и настроен на принт-сервер компьютер. И проверим, видим ли мы его с компьютера пользователя. Видим, что пингуются, все хорошо. И теперь с вами попробуем настроить. Переходим в мой компьютер в адресной строке. Вбиваем IP-адрес принт-сервера 192.168.1.100. Вот, видим мы с вами принтер, находящийся на этом компьютере. Нажимаем правой клавишей мыши, подключить. Здесь нажимаем «Да» и ждем. Видим, что все настройки прошли у нас успешно. И теперь посмотрим, подключен ли принтер на самом деле к этому компьютеру. Переходим в пуск, принтеры и факсы. И мы с вами видим, что удаленный принтер подключен к нашим компьютерам. Теперь мы можем с него печатать. Также хочу отметить, что в некоторых случаях для подключения удаленного принтера к компьютеру необходимо установить на данном компьютере драйвера для соответствующего принтера. Но это бывает не всегда. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...